Библейский портал экзегет.ру представляет 34-я глава второй книги Хроника Липпыра Липпомэнон и я читаю для библейского портала экзегет по переводу российского библейского общества у нас предыдущая глава была Моносия и его сын Амон но Амон там очень мало правил а Моносия такой, ну почти образцово нечестивый царь хотя в конце жизни он покаялся а в 34-й главе у нас появляется царь Иосия Иосия, простите и это уже возвращение к тому, что мы видели при языке такой царь, который стремится исполнить свое предназначение и вернуть Израиль к поклонению Богу восьми лет от роду Иосия стал царем 31 год царствован в Иерусалиме совсем ребенок, да он творил дела угодные Господу во всем следовал он отцу своему Давиду шел по его пути, не уклоняясь ни вправо, ни влево как и языки, да, он сравнивается снова с Давидом более того, это дальше тоже будет происходить это сравнение на восьмом году своего царствования еще юношей 8 плюс 8, 16, да он устремился к Богу своего предка Давида а на 12-й год, в 20 лет, он начал очищать Иудеи и Иерусалим от капищ, дерева, шары, изваяния и литых статуй то есть от языческих предметов культа он велел разрушить жертвенники ваалов и стоявшие на них курильницы курильницы имеется в виду жертвенник для воскурения где благовоние сжигали он срубил дерева, шары, изваяния и литые статуи все это разбил в дребезги и рассыпал по могилах тех, кто прежде приносил им жертвы а кости жрецов он сжег на их жертвенниках и так очистил Иудеи и Иерусалим а мертвые кости считаются нечистым поэтому если на жертвеннике сжигают мертвые кости то он перестает быть жертвенником он осквернен причем навсегда его можно только уничтожить также в городах Моносии, Ефрема, Симеона и даже нефалима то есть разные племена которые составляли раньше Северное Царство но теперь там уже Осирия, да и Осирия уже как-то оттуда отступает то есть там такое непонятное состояние непонятно чья власть но вот этим пользуется Иосия он повсеместно уничтожал их храмы разрушал жертвенники дерева Аширы в дребезги разбивал изваяния сносил кумирни то есть места где поклонялись идолам по всей земле Израиля затем он вернулся в Иерусалим ну да, первый шаг для восстановления должного богопочитания это отказ от язычества ну а отказавшись что он будет делать дальше где положительно это содержание 18-й год своего правления очистив всю страну и храм Иосия поручил Шафану, сыну Ацалии и Моосеи, городскому правителю а также Глашатую Иваху, сыну Ивахаза отремонтировать храм Господа Бога да, то есть вот эти ремонтные работы понимаются не просто как процесс по починке стен но как восстановление святилища прежде всего они пришли к Хилкии верховному священнику отдали ему серебро которое было принесено в храм его собрали левиты стражи ворот среди племен Моносея и Ефрема со всех уцелевших израильтян со всех иудеев и неамитян и со всех жителей Иерусалима то есть деньги народные собираются все у храма его передали тем кто был назначен вести работы в храме Господа из этих денег они оплачивали труд рабочих которые проводили ремонтные восстановительные работы в храме Господа плотников, строителей а также покупку тесаного камня и дерева для крепления и для того чтобы отстроить здания разрушенные царями иудеи работники выполняли свою работу честно а руководили ими левиты Яхот и Авди из рода Мироритов а также Захария Мишулам из рода Кехотитов ну это вот подразделение колена левитов все левиты хорошо умевшие играть на музыкальных инструментах сопровождали носильщиков и следили за всем что делали рабочие некоторые из левитов были песцами распорядителями и стражами ворот вот одна из главных задач левитов это всевозможная скажем так материальная поддержка храма когда из храма доставали хранившееся там серебро священник Хилкия нашел книгу закона Господнего который был записан Моисеем тогда Хилкия сказал песцу Шафану я нашел в храме Господа книгу закона и Хилкия передал свиток Шафану Шафан отнес ее царю и рассказал ему обо всем твои слуги исполняют все что ты им поручил они переплавили серебро поступившее в храм Господа и передали смотрителям и работникам потом добавил священник Хилкия и передал мне свиток и Шафан прочел свиток царю да ладно что такого нашли еще одну копию Моисеева закона мало ли их было а вот нет выслушал царь слова закона и разодрал свои одежды он их впервые выслушал представляете себе то есть закон Моисея был утрачен совсем царь даже не подозревал что там написано что это было ну сегодня думают что вероятно книга второзакония потому что это один свиток в котором тут же сказано свиток да то есть не пять свитков не пяти книжек а один в котором весь закон это вот второзаконие повторение закона да он повелел Хилкия Ахикаму сыну Шафана Авдону сыну Михея Песцу Шафану и Осайе царскому слуге идите вопросите Господа обо мне и от тех кто остался в Израиле иудеи как быть с тем что написано в этой найденной книге ибо велика ярость Господня которая зальется на нас за то что наши отцы не соблюдали повеление Господа и не поступали так как предписано в этой книге что с ней делать может вообще куда-нибудь задвинуть подальше уничтожить а то ведь она очень неудобно в ней написаны вещи которые ну совсем нам не подходят или сохранить а тогда как быть мы совершенно не готовы хилки и царские посланники пошли к пророчице Хулди жене Шалума сына Токхата сына Хасры хранителя одежды жила она в Иерусалиме в новом городе они все рассказали ей она ответила так говорит Господь Бог Израиля передайте тому кто послал вас ко мне так говорит Господь скоро скоро я наведу на этот город и на его жителей страшную беду исполнится все что записано в этой книге которую читали иудейскому царю эти люди оставили меня они приносили жертвы другим богам они всеми своими поступками оскорбляли меня за это и зальется моя ярость против этого города и не угаснет то есть все-таки это произойдет и в общем-то пути назад уже оказывается нет а царю иудеи который послал вас попросить Господа передайте так говорит Господь Бог Израиля ты слышал что написано в этой книге услышав что я обещал сделать с этим городом и с его жителями ты смирился и склонился пред Господом и разодрал одежды и плакал предо мной за это и я услышал тебя говорит Господь я дам тебе спокойно отойти к отцам ты будешь с миром погребен в своей гробнице и глаза твои не увидят той страшной беды которую я наведу на этот город и его жителей грустное утешение умереть прежде чем все рухнет лучше бы он наверное сказал ты не трогай нас ты не обижай свой город свой народ а я поживу подольше чтобы это увидеть увы нет уже перейден какой-то порог да вот беззаконий за которым неизбежно следует возмездие когда ответ пророчицы передали царю он повелел собрать всех старейшин иудеи Иерусалима он вошел в храм Господа а следом за ним все жители иудеи Иерусалима священники пророки и весь народ старый млад и царь прочел им от начала до конца всю книгу договора что была найдена в храме Господа то есть казалось бы он мог ничего этого не делать потому что уже все понятно решение уже принято но все равно в том что придет важно занять правильное место оказаться все-таки среди тех кто соблюдает закон а не среди тех кто его нарушает царь встал на свое место и подтверждал пред Господом договор как языки до него совершая Пасху быть верным Господу от всего сердца от всей души исполнять его повеления предписания и законы соблюдать все условия договора записанные в свитке он велел чтобы это подтвердили все кто находился в Иерусалиме и в земле Вениамина это соседние судьи племен и жители Иерусалима стали поступать так как велел Божий договор договор Бога их отцов Иосия убрал из подластных израильтянам земель все мерзости и заставил всех жителей Иерусалима служить Господу Богу их и они исполняли это пока Иосия был жив да и соответственно пока он был жив не произошло этих бедствий а может быть последовательность другая пока они исполняли они не пришли на землю Израиля а потом таки пришли ну конец книги уже скоро и мы увидим что будет а пока что 35 глава как в случае с языки и главной было отпраздновать Пасху так и про Иосию будет рассказано тоже о праздновании Пасхи так и про Иосию так и про Иосию